О третьем этапе туристического кэшбэка Денис Полончуков на связи со студией амбассадор путешествий по России. Денис, приветствуем вас. Как сейчас идет программа? Хватит ли выделенных двух миллиардов? Не закончатся такие туры до конца апреля. Ваше мнение? Добрый вечер. Программа работает, туры активно покупают. У нас сейчас нет оснований говорить о том, что программа закончится раньше времени. Мы в тесном взаимодействии находимся с Ростуризмом. Если сейчас мы заметим резкий всплеск по количеству бронирований, то, конечно же, будем незамедлительно реагировать. Вот только июнь захватывает программа. Это, наверное, не совсем справедливо. Как вы считаете? Ведь остальные два летних месяца пролетают. Это могло бы быть хорошим подспорьем. Ну, смотрите, очередной этап программы туристического кэшбэка, он фактически захватывает целиком первый летний месяц. То есть вернуться из поездки нужно будет до 30 июня. Хотя изначально речь шла о стимулировании путешествий по России именно в межсезонье. Кроме того, сейчас могу сказать, что прорабатываются отдельные специальные условия для школьников и студентов по летним отдыхам. Ну, какие направления люди бронируют активнее? Активнее всего, конечно же, наверное, по стандарту бронируют Краснодарский край, Крым. Это лидеры. Очень многие интересуются Алтаем, Ставропольским краем и Калининградом. Четвертому этапу программы быть? Как считаете? Или Денис уже отключился? Денис, вы тут? Может, кэшбэк вообще стоит? Вы знаете, программа очень хорошо себя зарекомендовала. Мы видим большой спрос у россиян, большую заинтересованность. Если, например, первые этапы программы люди немножко привыкали, они пытались понять, что это за программа, да, как можно ей воспользоваться. Многие боялись бронировать на дальнее время свои путешествия, потому что они не понимали, что будет ситуация с коронавирусом в нашей стране. Заболеют они сами, либо будут какие-то введены жесткие ограничения в регионах. То есть сейчас мы видим, что люди активно бронируют, в том числе и первый летний месяц, и весну. Вы знаете, я думаю, что все будет зависеть от итогов данного этапа. И я очень сильно надеюсь, что будет и четвертый, и пятый, и шестой этап программы кэшбэка. Будем надеяться. Денис, а вырастут ли цены на авиабилеты? Ваши прогнозы? Эксперты Российского народного фронта заметили увеличение стоимости авиабилетов по внутрироссийским направлениям. Сейчас мы проводим в социальных сетях ОНФ специальный опрос. Там всего лишь один вопрос. Заметили ли россияне увеличение стоимости авиабилетов? Мы хотим все-таки донести эту информацию и до Министерства транспорта, и до наших авиакомпаний, потому что буквально недавно, вы, наверное, в курсе, некоторые издания писали о том, что произошло существенное увеличение стоимости билетов, на что Минтранс ответил наоборот, о снижении даже по некоторым направлениям. Но вы знаете, здесь, как правило, очень интересная ситуация. Все любят говорить о том, что тарифы не изменяются. А вот про динамическое ценообразование как раз-таки умалчивают. Что это такое? Это специальная надбавка, которая возникает от количества проданных мест в самолете или приближения даты. Так вот, на эту надбавку обычно стараются внимание не акцентировать. И, конечно, за счет нее в большинстве случаев происходит очень большой рост цен. Спасибо. На связи со студией был куратор проекта УНФ. Путешествуем по России Денис Полончуков. Путешествуем по России Денис Полончуков. Денис Полонч 고